Жители дома по улице Кочнево в Якутске задыхаются в парах помоев. Уже несколько недель, по их словам, управляющая компания не вывозит мусор из санитарной точки. Нечистоты затопили половину двора, тающие они из мусорного бака стекаются под дом. Какова причина бездействия хозяйствующего органа и каким последствиям оно ведет? В материале Сарглан Захаровой. С наступлением весны жители дома на Кочнево 43 окружают не аромат расцветающей зелени, а амбре неубранной санточки. Гора мусора растет на глазах. По словам жильцов, помои не вывозят уже несколько недель. У меня две внучки, тут очень много детей. И вот это туберкулез чистый, антисанитария вообще. Мы сами вот это все убираем, выходим, чтобы ребятишки гуляли у нас. Мы хотели бы, чтобы нас услышали, чтобы убрали подальше, отсыпали песком, чтобы сделали проход нормально, чтобы шли. Потому что не хотят никто идти по этим отходам. И льют все сюда ближе, ближе, ближе к нашему дому. Гора мусора с каждым днем растет не только в высоту, но и в ширину. Помойные воды стекают прямиком под дом, заходя даже в квартиры. И без того ветхое здание разрушается. Аварийным признали его только в 2012 году. Из-за этого жильцы не попали в программу по переселению. И теперь, как жить дальше в доме, который может рухнуть в любую минуту, они не знают. Видно, что дом посерединке складывается, полы вот все уходят, у нас постоянно вот катаются. Дочка маленькая была, она прямо отсюда-тосюда каталась, чтобы на кухню пройти. Строители приходили и оценили, что полностью сгнила балка. Если делась здесь капремонт в квартире, полностью вот эти четыре квартиры рухнет потолок. Поэтому они не стали меня трогать. Половина собственников квартир, не выдержав таких условий, поспешила покинуть свои жилища. А счета за коммунальные услуги копятся. Попытки достучаться до ретировавшихся жильцов терпят крах. Большие задолженности по дому загубляют отношения с управляющей компанией «Сайсарский дом», в чье ведомство входит адрес. По Кочнева 43 на сегодняшний день у нас имеется задолженность 430 тысяч непосредственно по нашим услугам. То есть люди за услуги, за вывоз мусора практически не оплачивают. Общая задолженность по четырем домам, которые непосредственно обслуживаются на этой санитарной точке, у нас составляет миллион. Для своевременного вывоза, раз в неделю хотя бы, средств у «Сайсарского дома» на сегодняшний день у нас нет. Откачивать воду из-под дома жителям приходится тоже своими силами. Иначе, как они говорят, помощи ни от кого не дождешься. А жить по колено в воде не хочется. Так и живут один на один со своими проблемами, задыхаясь от испарений и утопая в мусоре. Серглана Захарова, Александр Жуков, НВК «Саха», Якутск.